Добрый вечер! Вы смотрите программу «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». Сегодня у нас в гостях депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Добрый вечер! Здравствуйте! Ну что ж, Дмитрий Эдуардович, закончились наконец майские праздники. Можем спокойно сесть и обсудить накопившиеся вопросы и проблемы, которые у нас происходят в Петрозаводске. Ну что ж, самое яркое за последнее время то, что у нас в сфере политики обсуждается, это, естественно, праймерис в «Единая Россия». Процедура уже известная для наших граждан. Ну, для кого неизвестно, скажу, что это выборы внутри партии кандидатов, кто будет участвовать в предвыборной гонке на пост мэра города Петрозаводска. От «Единой России». Процедура уже известная, но с каждым годом становится все скандальнее. Смотришь СМИ, интернет и просто не перестаешь удивляться. Речь идет даже чуть ли не о подкупе на этих праймерис выборщиков, о том, что говорят за нужного кандидата голосовать и так далее. У меня вопрос первый. Вообще вот эта процедура, на ваш взгляд, насколько она необходима «Единой России»? Взяли же с Америки эту схему. То есть это не придумано. Никакой не велосипед, ничего. Но в наших реалиях вспоминается 2011 год праймерис в Приморском крае, когда Путин разгон дал и сказал, вы чего делаете. Там тоже чуть ли не подкуп был. Я думаю, что сама как идея, мысль, она, конечно, интересная. То есть насколько проанализировать кандидат поддержан. А с точки зрения нашей системы российской, мы уже на эту тему не раз говорили, любые выборы, любые общественные слушания, так же, как и правильный сон, все-таки больше тут зависит от подготовки его и умения это организовать. Но вот сейчас то, что я подчеркнул из средств массовой информации. Лично я не ходил на праймерис, и желания у меня нет такого. Но есть несколько лидеров. Сейчас на праймерис в «Единой России» это Николай Иванович Левин, это Рождествен и это Макаревич. Три фигуры, кто постоянно в тройке лидеров на этих голосованиях. Постоянно практически побеждает Левин, но нравятся мне новости некоторых телеканалов заканчивать. Но говорят, но Макаревич все равно в тройке лидеров. Ну вот прямо вот видно, что вот тянут этого кандидата. Причем всеми правдами и неправдами. Ну я считаю, что если тянут, значит у них есть смысл его тянуть, это раз. Второй момент, я не вижу тоже в этом ничего плохого. Если не тянуть, как просто бродячие кандидаты там выдвижились. Ну просто пустая трата времени и заслушивание. И вообще никакую программу за пять минут не изложить. Это чистый формализм. А то, что, значит, если у нас сегодня Левин как лидер, понятно его и в партии столько лет все знают. И добродушное и к нему отношение, и поддержка. И в то же время Макаревич сильно поддержан республикой. Почему нет? И он тоже, я думаю, что как серьезный кандидат, по крайней мере, в результате этого прайновеса он может быть. Почему опять же появляется информация о том, что внутрипартийный раскол, о котором уже не раз говорилось, что вот усиливается, это питерские политтехнологи, их очень часто вспоминают. Вообще на моей памяти сколько у нас выборных кампаний в последние годы не происходило, но вот политтехнологов как-то не вспоминали даже. Тут прямо в статье, кто сколько получает, кто чем занимается, что это. Это у нас новый шажок в развитии выборности. Время-то идет, и, конечно, ситуация меняется. У нас все-таки опять новый губернатор. Новый, потому что даже год это все равно еще новый. И, конечно, я понимаю, что безучастным не может быть к любым выборам, на любом уровне власти. И столица это вообще стратегический платзарм. И, конечно, я думаю, что не может и политсовет быть такой, что все новые приехали, новых назначили. Часть старые политолиты, часть новые. И все равно противостояние какое-то будет. Пока не будет доминировать одна. Такие времена, как при Гаттанандуме были. Или когда вообще было очень жестких два полюса, практически чуть ли не равнозначных, приняли дали. Но сейчас более это нивелировалось все. Но тоже, я думаю, что интересы у кого-то остались. И питерские приехали не просто так. Значит, своя цель и задача. Опять же идет тенденция. Эксперты, журналисты говорят о том, что эти питерские политтехнологи чуть ли не специально раздувают скандал. Такую накаливают ситуацию и увеличивают расстояние между местными политэлитами и бизнесменами в том числе. И вот новой пришедшей командой. То есть уже идет такая мысль. Политтехнологи-то уедут, выборы закончатся. А тут-то все останется. Это же ситуация в руках губернатора. И ту систему, которую он выберет, он и должен поставить здесь, по идее. По идее? У нас все равно, хоть и мы говорим там великая демократия, но у нас централизация власти вообще огромных размеров. И ничего просто так не происходит. Везде все назначается и даже выбирается там, кого надо. Поэтому здесь у президента задача выбрать или назначить тех губернаторов. А у губернатора здесь все позиции должны быть такого плана, что руководство абсолютное. Чтобы выполнить указы президента. Хорошо. Вот возвращаясь к праймерису. Идея изначально хорошая. Как обычно на местах все перевернуто получается. Да? Ну или не настолько идеально реализовано? Я бы вообще праймерис воспринимал бы как один из этапов выборной борьбы. Если как технологии говорить, то что такое праймерис? Формально мы все равно должны заранее определить кандидата и поставить к нему каких-то уравновешивающих. Чуть-чуть совсем и слабеньких. И это информационное поле должно везде быть показано. О том, что вот он так лидирует, такой хороший. И праймерис мы должны вести два месяца перед выборами и рассказывать, что это самый лучший кандидат и его лучшая программа. Вот это инструмент выборный, а не соревновательный с точки зрения вообще технологии. Ну правильно, вот эти два месяца и потом у людей уже формируется. Нет, конечно. Вот это тот человек. Ведь просто так показывать нельзя, рассказывать, я хороший, я хороший. Нет, а вот он тут лидирует, там лидирует, тут поддержали. Нормальная технология. Ну за счет таких, да, манипуляций. А с точки зрения соревновательного, ну тут инструменты-то разные. Так же, как выборы мы говорим, ведь не программами соревнуемся, а условиями взаимоотношений, поддержки и умения организовать полевую работу. Ну что ж, ладно, еще времени у нас до выборов 8 сентября много. Я думаю, что еще в следующих программах мы продолжим обсуждать, что у нас и как меняется. Очень интересно наблюдать со стороны и смотреть, какие точки зрения присутствуют. А 8 сентября нам вообще все ясно станет. Давайте к другой теме, более, скажем так, земной сейчас на данный момент. Это наши дороги, наши любимые. Начали ремонтировать Чапаева. К нам в редакцию звонят, спрашивают, а почему 3,5 человека ремонтируют эту улицу. Где-то чего-то нарыли, мимо проезжают, реально трудятся 3,5 человека. Ну это вопрос раз. Дальше что? Где обещанная Невского, Ленина, продолжение ремонта? Снег сошел, а воз и ныне там. Ну и дальше Гоголевский, наш любимый мост. Вопросов вот, область одна, вопросов много. Ну давайте попробуем по очереди. Ну я там, конечно, не буду говорить за технологию, там 3 человека должно или 10. Потому что если приходят машины, я имею в виду, которые, значит, землеройные, то они быстро выкапывают. А подготовительные процессы там могут быть и дольше, и в 3 человека где-то там сети подровнять, проверить, где они проходят. Ну вот, технологически они обещают сдать к 1 сентября, если про Чапаева, откроются асфальтовые заводы, то есть чтобы массово. И проспект Ленина можно пройти, значит, за 3 дня. Он готов, потенциально он готов, потому что поребрики или бордюры, они выставлены, слой снят, сегодня только разогреть смесь и раскатать. Глобальных там уже реконструкций не будет. Поэтому как они смогут, сделают это быстро. Задача к дню города. Я думаю, что это будет выполнено. А по Гоголевскому мосту, я вообще считаю, такой проблемы нет, как Гоголевский мост. То есть его нет, да и нет. Нет моста и все. Нет моста и забыть. Забыть и не вспоминать, потому что обсуждать будем еще долго, но я думаю, что те объемы денежных средств, которые необходимы для строительства моста. Ну, конечно, если вытянуть с федеральной ценой, то пусть будет. Если нет, то вот 4 миллиарда или сколько там. Это такие деньги сумасшедшие, да. Вот сегодня Чапаева раскопали и ездим вроде так поудобному, только через Куковку. И вроде бы никакого такого коллапса-то и нет. А запустите на полную мощность Чапаева и отремонтировать, что запланировано из Шотмана, то поток уйдет на Чапаева из двух сторон и тихонечко мы забудем Гоголевский мост. Ничего страшного не случится. Да, чуть-чуть поворчали, но сумма денежных средств, которые нужны на Гоголевский мост, это, если я говорю, 4 миллиарда. Я бы, например, вообще не тратил бы стратегически, еще бы даже и поразбирался. Потому что на 4 миллиарда мы можем, если в квартирном выражении, да, берем 2 миллиона квартира, это 2 тысячи квартир. 2 тысячи квартир это 4-5 тысяч жителей, да. Мы спокойно расселяем кирпичный завод, соломенная по ветховому фонду и часть Сулаш-горы. И вот если поставить на весы удобство добираться Гоголевский мост или расселение трех районов, я бы взял, значит, 3 района. Можно также это высчитать в 20 детских садиков или Гоголевский мост. Решение вопроса. А если правильно распределить, так еще и миллиард останется на аэропорт, потому что удорожание будет в период строительства. И миллиард бы построить хороший аэропорт. Вот Гоголевский мост на весы, и можно референдум провести, я скажу, что все выберут все, что угодно, только не Гоголевский мост. Ну, это вопрос, конечно, действительно спорный, но опять же, а неужели дешевле нельзя сделать и качественнее? Ну, такая, это же там вопрос в том, что кого-то надо расселить, новые требования, это же по новым требованиям есть ли мост. То есть, все по-другому, расширение обязательно, развязка въезд на мост. Мост — это не только мост, это, значит, дорога по новым стандартам, освещение соответствующее, пешеходная безопасность, а не узкий за блоком проход. Даже дороги все новые, вот мы увидели, даже вот на Древлянке построили, если дорогу, да, или в сторону Куковки строили, то уже новые требования. И освещение, а это все дорого. Каждый столб там 250 тысяч. И поэтому, а плюс всем согласовать, это опять же, если это общественный транспорт будет, то там надо, может быть, и троллейбусные провода, если это крупная магистраль. Но вот сегодня, опять же, Гоголевский мост, если дальше эту опять тему усолить, то получается ведь вопрос. Мы расширяем и строим Гоголевский мост, но мы улицу Гоголя заторим полностью, как она стояла, так стоять будет. Потому что она в самом проезде Гоголя. И еще, значит, с Красноармейской сюда столкнем перекресток. И даже строительство хорошего моста, все равно пробка-то будет стоять, значит, от площади Ленина. Ну и усиление такого потока, как мы думаем и мечтаем. А вот отремонтирован Комсомольский проспект и вот та же Красноармейская. И если с нее уходить на Комсомольский и на Древлянку без светофоров по новому мосту и по Комсомольскому, нет там пробок, не стоят машины там от вокзала. Они уходят быстро, если по времени засечь. Ну надо только, я говорю, значит, Красноармейскую сделать и Гоголи, чтобы быстро туда уходили. А Гоголевский мост пешеходный, велосипедный можно сделать там, чуть-чуть, значит, смонтировать там, что необходимо, чтобы люди, значит, ходили пешочком, там гуляли. И, может, скорая до милиции проехала и все. Ну что ж, на этой сегодня ноте мы с вами закончим нашу программу. Я напоминаю, вы смотрели программу «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». В нашей студии был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Ну а провел эту программу для вас я, Денис Базанков. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!